Весной 2017-го модницы Беларуси смогут уверенно примерять наряды романтические и смело одеваться в стиле спортивного шика. В моде останутся постельные оттенки и придут яркие, а порой и кричащие цвета. Эксперты говорят, дизайнеров весенних коллекций вдохновили 70-е. Поэтому с мировых подиумов на нас смотрят модели в ярких нарядах в стиле диска. Этот пластиковый розовый оттенок, который мы часто ассоциируем с детскими игрушками из Китая, вот он очень-очень становится модным и немножко рискованным. То есть вот постельные, например, припудренные розы, они очень, мы называем их, коммерческими, то есть легко подходящими для современного, скажем, гардероба современной женщины. А вот этот вот пластиковый, мы называем его еще сальмонпинг, то есть это цвет красной рыбы, вот он только-только начинает приходить в моду и будет наверняка интересным для супермодниц Минска. Эксперты советуют не волноваться поклонникам минимализма, он тоже в моде. Но обувь советуют выбирать декорированную, а серьги большие и удлиненные. Вопросы индустрии обсуждают в Минске на международном форуме Fashion is my profession, который объединил экспертов моды из Британии, Италии, Франции, России и Беларуси. Это не массовое обучение, массовые тренинги для, как говорится, для большого количества людей. Это специализированная консультация, очень точечная, правильная и высокий уровень наших специалистов, которые сегодня знакомят слушателей с такими буквальными вопросами, как маркетинг, продвижение в сети интернет, законодательная ответственность за производимую одежду, будь то в массовых масштабах, более больших, либо когда ты дизайнер, делаешь платье единичного образца. Помните, отлично последние сезоны, в частности, последние лета, когда открытые плечи были, ну, скажем, таким основным акцентом. Сейчас мы говорим о одном открытом плече, вот такой деконструктивный силуэт, это вот такой основной лук. Здесь не только рассказывают о грядущих тенденциях, но и обсуждают проблемные вопросы отрасли. Организаторы модного форума намеренно уходили от формата монолога, поэтому задавать вопросы спикерам может любой желающий. Это не просто выступление в формате лекции, это воркшоп, когда слушатели могут задавать вопросы на интересующие острые проблемы, и те вопросы, которые, по сути, в единичном формате достаточно сложно решить. Международный форум проходит в Минске впервые, но организаторы обещают, что он станет регулярным. Кстати, консультации в таком формате проходят в преддверии Белорусской недели моды, до официального старта которой осталось пять дней.